Остается меньше недели. В Алтайском крае продлили заявочную кампанию для получения софинансирования стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря. Такое решение принято на основании ходатайств, поступивших в Министерство образования и науки Алтайского края. Добавим, что в этом году изменился порядок приобретения путевок с региональной субсидией. Просто так оформить документы не получится. Нужно пройти регистрацию на сайте 22каникулы.ру и там заполнить заявку. У кого нет возможности сделать это самостоятельно, можно обратиться в то учебное заведение, где числится ребенок. Если родитель сам не может оформить заявку, то он может обратиться в любое общеобразовательное учреждение, в котором учится ребенок. И там ему ответственный за помощь родителям окажет помощь в регистрации на сайте 22каникулы.ру. Также на сайте каждого общеобразовательного учреждения размещена инструкция по заполнению заявки. Главное, чтобы родитель внимательно указал все персональные данные на ребенка и почту. Итак, еще раз обращаем ваше внимание, что очень важно правильно указать все персональные данные и электронную почту. Так как именно на нее в течение нескольких минут придет бланк заявления с порядковым номером и сроком действия. После этого в течение 30 дней нужно прийти в офис загородного лагеря. В Бийске это управление образования. Там заключается договор на оказание услуг и по возможности производится оплата. Отметим, что стоимость путевок в лагеря Бийска составляет от 14 400 рублей до 16 000. В зависимости от сезона. Самый популярный – это второй. Добавим, что оплатить путевку в лагерь родители могут не только из своего кармана. Для семей, где дети учатся в школе или выпустились из детского сада, в бюджете предусмотрена субсидия в размере 6 000 рублей. С 1 февраля по 31 марта в этой системе было зарегистрировано больше 19 000 заявок. Однако часть из них была аннулирована. Так как заявители не обратились в лагеря и не заключили договор в 30-дневный срок. Как положено по правилам. Именно поэтому заявочную кампанию продлили до конца апреля. Отметим, что этим летом бичане могут отправить своих детей только в три муниципальных лагеря. Ракету, лесную сказку и детский эколого-туристический центр. Что касается последнего, то там будет проведена только профильная смена кадетское братство. Если говорить про путевки, то в ракете и лесной сказке, как отмечают специалисты Управления образования, на второй и самый популярный сезон места уже раскуплены. Добавим, что бичане могут отправить своих детей не только в лагеря Наукограда, но и другие учреждения, расположенные на территории Алтайского края. Главное, чтобы они были в реестре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова